А теперь о тех, кто не сидит дома, а постоянно выходит на улицу. И не ради себя, а ради других. Речь о добровольцах, которые сейчас активно помогают незащищенным слоям населения, семьям с детьми. Они покупают продукты и доставляют их тем, кому нужна поддержка. Моя коллега Хсения Волкова провела среди таких добровольцев целый день. Вячеслав и Артем выходят из магазина с полными пакетами продуктов. Уже несколько дней, каждое их утро начинается именно так. Несколько дней назад увидели несколько постов в интернете с просьбой о помощи. Действительно были грустные, печальные истории. Решили помочь, им оказали помощь. После этого возникла идея организовать какой-то фонд, помощь и развозить людям продукты нуждающимся. Ребята разместили объявления в соцсетях. Они не планировали бюджет, который смогут потратить на помощь нуждающимся. Решили, что будут развозить продукты столько, сколько смогут. Сейчас едем на Газовиков 6, там многодетная семья. Многодетные семьи, пенсионеры, матери-одиночки. К ребятам обращаются люди, которые остались без работы и без средств к существованию. На сегодня заявок уже более 5 тысяч. Хочется поблагодарить ребят, которые оказали в трудной ситуации нам с дочкой помощь. Привезли необходимый пакет продуктов. Страшно, конечно, потерять работу и остаться без средств к существованию. Но мы не умнываем и ищем разные выходы. И когда абсолютно незнакомые люди тебе помогают, с тревогой справляться намного проще. Спасибо вам большое. Приехали на адрес. Перед тем, как зайти в квартиру, надеваем маски и обрабатываем руки антисептиком. Продуктовый набор входит в все самое необходимое. Крупы, печенье, масло, хлеб, молоко, макароны и тушенка. Стоит такой от 500 до 700 рублей. В день ребята вместе с другими добровольцами успевают помочь 150 тюменцам. Нужно друг другу помогать, у кого есть такая возможность. Можно помочь деньгами перевезти на карту, либо точно так же развести продукты, приобрести и у нас спросить адреса нуждающихся. Либо присоединиться к нам, как волонтер на автомобиле. Мы передадим продукты и они развезут. Такие желающие появились, несколько человек позвонило нам, взяли адреса нуждающихся и развозят за свой счет продукты, приобретают и развозят. Поддержать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, может каждый. Добровольцы всегда на связи и ждут тех, кто готов к ним присоединиться. Продолжение следует...